Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вы знаете, в мой адрес часто поступают упреки подобного характера. Ну слушай, а вот если ты рассказываешь правду на своем канале, если ты критикуешь тех, кто говорит неправду, тех, кто обманывает как-то своих вот подписчиков, да и прочих людей, то почему смотрят как бы их, а не тебя? И так как вы знаете, все познается в абсолютном сравнении, то я доведу это сравнение до полного абсурда, просто для того, чтобы вы понимали всю сущность картины. Итак, давайте возьмем, допустим, какого-нибудь меня. Вот меня, человек, который занимается критикой на ютубе. Ну, плюс-минус критика. Я не думаю, что это критика, потому что в критике, в принципе, не допускается какое-то оскорбление людей, а я без этого никак не могу. Поэтому давайте возьмем вот чисто вот так вот меня и Андреа Сукре. Я думаю, что это более яркий пример. И давайте вот за меня, вот в нашем дорогом сравнении возьмем Славу КПСС, а за Андреа Сукре возьмем, ну, Мистера Макса, что-то наподобие того. Итак, давайте вот так вот посмотрим, что делает Слава КПСС. Слава КПСС делает музыку, какие-то музыкальные клипы и многое другое. Что делает Мистер Макс? Мистер Макс делает какие-то влоги, блядь, и прочую штуку, там распаковки киндеров сюрпризов, но это не главное. Давайте посмотрим на просмотры Славы КПСС на клипах. Чтобы вы понимали, почему я так акцентирую внимание именно на клипах, дело в том, что на нашем дорогом Ютубе клипы это, в принципе, самое популярное, что можно делать, ну, вообще. То есть, больше всего просмотров всегда априори собирается на клипах. Самый популярный видеоролик на Ютубе это клип. Диспосита, кстати, на данный момент, но не важно. И вот, давайте посмотрим просто на количество просмотров у Славы КПСС. Там, я не знаю, 400 тысяч, 500. Ну, в общем, сложно клип найти, который бы миллион просмотров набрал. Кроме вот каких-то прям очень хайповых клипов, которые выходили в последнее время, по типу Текена и прочего. Ну, вот Дис и всё прочее у него собирает достаточно мало просмотров. Давайте посмотрим на Мистера Макса. Вот что у него вообще с просмотрами? У него же, наоборот, сложно ролик найти, который бы миллиона просмотров не набрал. То есть, все ролики у Мистера Макса набирают миллион просмотров. При том, что это обычные видеоролики. Абсолютно точно. И вы знаете, вот в чём эта проблема? В чём? Вот почему? Дело в том, что Славу КПСС смотрят достаточно взрослые люди. Так или иначе, ну, я думаю, минимальный возраст какой-нибудь лет 15-14. Андре Сукрыжи смотрят, ну, там, знаете, где-то от 10 до, ну, 18. Когда у Славы КПСС этот порог, он абсолютно большой. То есть, его могут смотреть и люди уже в возрасте, и не особо люди в возрасте. Когда Андре Сукрыжи могут смотреть, ой, вернее, Мистера Макса. Я уже путаюсь в этих сравнении. Мистера Макса могут смотреть только дети. Потому что взрослый человек такого делать не будет. И так же с моим контентом. Может ли контент Андре Сукрыжи смотреть какой-то взрослый человек? Ну, абсолютно нет. Потому что то, что делает Андре Сукры, это, ну, блять, ну, для детей в большей степени. То есть, намного легче всегда оправдывать желание своих подписчиков. То есть, потворствовать их мнению. Быть таким, знаете ли, шутом, клоуном на детском празднике. Чем, вот, ебать их мнение в рот. То есть, как у меня это происходит? Чтобы вы понимали. Я выпускаю какой-то ролик, где встаю на сторону какого-то ютубера. Вот, допустим, там, я не знаю, Зака, там, еще у кого-то. Или, там, я не знаю, Вертеича. А следующим роликом я говорю, допустим, что Вертеич пид... А, так, ну, да-да-да, пидорас. Вот просто Вертеич пидорас я следующим роликом говорю. У меня просто, знаете, уже перед тем, как сказать какое-то запрещенное слово по типу пидорас и прочего, блять, у меня вот это вот внутреннее какое-то ограничение, внутренняя цензура в голове. Ну, вот, допустим, в следующем ролике я говорю, что Вертеич пидорас. И те люди, которые подписывались на меня после того ролика, в котором я защищал Вертеича, после нового моего видеоролика, просто, ну, все, отписались. И я не потворствую желанию малолетних имбецилов выйдите нахуй тупые дауны с моего канала. Я вам только такое могу сказать. Если вы не готовы принимать то, что я могу захейтить практически кого угодно, мне вообще похуй на то. Женщина, мужчина, ребенок, блять, старик. Только, ну естественно, я применяю норму морали к старикам и к детям, дабы полностью не травмировать их психику. При том, что дети сейчас пошли максимально ебнутые, прям пиздец. Ну конфликт поколений, вы знаете, он всегда будет. Всегда говорят, что дети вот пошли максимально хуевые. Вот каждое новое поколение так говорит. Вернее, каждое старое поколение каждому новому поколению так говорит. И вот просто происходит все именно так. И дело вот знаете в чем? Что Андрей Сукреон является таким популистом, как и многие другие люди, которых вот сейчас смотрите вы. Если вот человек делает вот какой-то контент, у него больше 10 тысяч подписчиков и то есть, ну что-то наподобие того, значит он уже делает что-то не так. Значит, ну что-то такое произойдет. Если только он как-то не хайпанул на тематике, которая была связана с критикой, как, допустим, ролики про Мараса Шакура. Вот на нем можно было набрать очень много подписчиков, которые были бы, знаете, так агрессивно настроены ко всему этому. И то есть, понимаете, вот в этом-то весь прикол заключается, что, блядь, если у тебя больше 10 тысяч подписчиков, ты уже потворствуешь мнению малолетних имбецилов. Хоть как. Так, ты, возможно, сам этого уже не замечаешь, но ты так или иначе потворствуешь мнению толпы, когда я этого делать не хочу. Я ебал ваше мнение в рот. Я считаю свое мнение более правильным, чем ваше. Потому что, блядь, просто я не знаю, ни один человек мне еще не сказал, что вот, допустим, мое мнение касательно какого-то GTA-самп-ютубера неправильное. Понимаете? То есть, я считаю абсолютно правильно, как мне, потому что никто меня не смог переубить абсолютно. Я считаю, что практически все GTA-самп-ютуберы хуесосы. Ебаные дауны просто, которые либо снимают постанову, либо наебывают подписчиков на деньги, либо они сами по себе уебаны. Ну, что-то наподобие того, которые там говорят за спиной, делают там еще что-то, еще что-то. В общем, полнейший сука пиздец. И вот теперь, когда меня будут спрашивать или говорить мне будут, ага, звезда ебаная, что, расхайпился на разоблачениях, да? А чего у тебя просмотров-то так мало? Я просто буду скидывать этот видеоролик, в котором я говорю, что я просто не потворствую мнению малолетних даунов. Вы знаете, этот ролик можно было сделать на несколько, сука, секунд. Сказать просто, что большие GTA-самп-ютуберы потворствуют мнению малолетних дебилов. А я нет. Я ебу это мнение в рот. Поэтому, если вы со мной не согласны, идите нахуй. Просто поэтому. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.